Тайс коллектива, я думаю, PPD сейчас оттуда что-то выцепит, и сейчас должна луна появиться, мне кажется, именно против Террор Блейда. Либо луна, либо... Нет, луна против Террор Блейда совсем не работает. Нет, она именно под пуш работает, вот на жесткое давление, как раз на жесткие линии, у тебя бейн, луна будет, это все давишь под ДП, идешь ТВР ломать, и вот пытаешься как раз в эту там рапиру, не рапиру, шмотки выйти, просто зайти, потом ДП, экзорцизм, луна жестко раскачана под Айгес, и вот с этим как-то подраться. Я только два хороших поражения видел от ТБ, прямо вот когда его полностью закантряли, это одна игра была через Кор Войда. Войда, да, вот еще надо банить сейчас Виртуз Пойда, который просто шел и убивал, но там опять же был ключевый момент, то что Террор Блейд был единственным Кором, и просто в него все вливали. И вторая игра, это... Морганка раз бан Морфлинга. Ну это отлично бан. Да, это там, где... сейчас скажу, кто... колы играли против Ликвид, и они выкидывали Террор Блейда. Пак плюс Тинни. Да. Насколько Морф хорош против Терор Блейда, потому что в нынешней форме мы его не особо много видели. Достаточно, потому что ты идешь, у тебя много ловкости у ТБ, много ловкости у Морфа, и ты превращаешься в ТБ, не теряешь ДПС, можешь там форме попушить, еще что-то. Хороший герой для превращения, хороший герой для драки. А, ну да, метаморфоза жесткая. И главный, наверное, плюс Морфа, то, что у него есть хороший рассказ, за который он может там, допустим, тысячу хапового ТБ просто снести, если все правильно заюзать, и он не может дать Сандер на лоу ХП. То есть мало таких героев, которые действительно могут дать хороший рассказ. Ну, типа Лина там. Да, там, пугно, допустим, условно, с чем-то догону. Ты боишься до лоу ХП рисковать именно. Да, тебе приходится нажимать раньше и так далее, поэтому Морф на самом деле, вот, ситуативно при слотах, очень неплох. Даже без вот метаморфозы, без ультимейта. Отчасти, например, у Мнинайта мог бы стать, дать, например, команде Реппл лишний. Тоже такое. Была одна игра, где Морф на себя вот так вот постоянно давал Реппл, просто врывался безбоковой в драку, снялся Морфом. Ну, играет ли у нас 33-й на Брюмастере, мне кажется, сейчас какое-то такое. Брю что-то совсем не выигрывает. Брю? Да. Ну, против, не знаю, китайской коллективы пикают, и против Мнинайта очень хорошо заходит этот Брюмастер. Да, дисплейл это важно. Просто у них есть ДП, почему Оракл не взять? Ну, все-таки четверку хочется, два таких героя будут у тебя. Американцы очень любят играть через БМ. Хотя, ППД играл у нас уже. И через Лича, Баунти Хантера, два героя, которые, в принципе, на карте не видно через трех коров, поэтому, может, вот, Висдам. Не хуже, ладно, сойдет. Но в рамках игры против Мнинайта хуже, потому что у тебя, у Виспа, нет диспла. Просто там, почему они не баняли Дезраптора, если они хотели Виспа, потому что Дезраптор один из лучших персонажей против этого героя. Смотри, вот сейчас Брюмастер очень хорошо заходит, потому что появился довольно-таки слабый суппорт Дезраптор. Вот, и ты можешь пойти Виспом и тем же самым Брюмастером Даблой на линию к Таршблейду Дезраптору. Ну, там плюс кто-то появится, да, там еще для Роджера. И навести там шороху, потому что Брюмастер тяжело убивать, да, под мясами ты будешь там, Таршблейд, будет очень круто фармить. И плюс еще тебя очень сложно убить. Даня, сейчас я возьму какого-то Хаус Найта, а на Лас-Пик попробую Брюмастер забрать, например. Сами ВП могут Брюмастер забрать. Могут, но Лас-Пик-то оптиков. Потому что очень плохие пока герои против Брюмастера. Ну, тут против Брюмастера 6 плохих героев пока. Что-то совсем, если никто не воюет, просто съедает. Ну, ТБ лан плюс-минус, ДП плюс-минус. Брюмастер надо будет банить ВП. Чтобы проблем не было. Просто гоняться за ней, это такой ситуаций. Ну, она приходит, например, к линию дизатор ТБ, что ты будешь делать. Хотя вот так вот. Вчерашняя Legion Commander у нас совсем не пара была. Я бы сказал, что это, конечно, победа для ВП вот прямо сейчас. Ну да. Совсем слабые герои. То есть у вас на 4 героев один скил для замеса. Это так в нашей мете вообще не работает. Да, особенно против того, что имеется у Виртус Про. Потом вообще все равно. Легионка, она вообще не работает против Omnionite. Вот просто не работает. Ты начинаешь биться, дерешься, там как-то пытаешься размениваться. Ты сначала чистый урон от квалификации получаешь, а потом, если какие-то проблемы, га идет. Да, и вчера был ОД, например, который тоже. Вот ты врываешься, прячешься своего тиммита и просто бьешься в Легионку. За ее же дизайбл получается. И она периодически пыталась врываться в ОД, и у нее просто была некий сфера, и ничего не работало. И здесь Omnionite тоже может просто сделать некий сферу и вообще не париться. Omnionite — это первая проблема вообще, то, что Легионка никого не сможет фокусить, да, там, кроме, наверное, его самого. А вторая проблема — это дизраптор. Потому что, когда Легионка врывается, команда пытается как бы набежать и помочь Легионке быстро фокуснуть. Там дизраптор. Он как раз именно ждет этого. Или закрывает их, или не пускает их. Там и так, и так работает. Но вот единственный плюс Легионки, что она не так плоха на линии. Она довольно сильный герой с хорошей атакой, с хорошей скоростью бега. С фиспом там жестко. И с фиспом она будет разрывать, по идее, эту линию. Нужно укрепить четвертой позиции сильной, которая сможет оказать поддержку, чтобы можно было захотеть и убивать. То есть, ТБ дизраптор под формой плюс дизраптор плюс один. На самом деле, я не знаю. Вот сейчас они думают как раз по поводу четверки. Я думаю, героя для нунчика ставят напоследок. Просто им бы, может, Баратруму урвать. Мне кажется, вот здесь он сзади очень хорошо. Бегает, врывается, умятиется какая-то. Баратрума дамеджа нет. Почему-то его уже в спирита не взять. В спирита уже неплохо. Играет ли Роджер на земле? Играет. Сенкинга нету, спирит. Таск. Еще есть такой персонаж. Хороший подсейф, кстати. Очень хороший подсейф против той же самой легионки. Против этого всего. Нужно какой-то дополнительный. Потому что у меня Найтсон все-таки будет такую жесткую песенку держать, чтобы его легионка не цепануло. Может, Нюкса? Нюкс. Тоже неплохо, потому что есть как раз два вот жестких. Здесь куча игроков, которые не контролируют свое ООЕ. Да, Нюкс неплохо. Пока Геракопт. Это в миддл, да, для Нуана. Решили оставить на ласпик, посмотреть, что как. Но я бы на всякий случай бруду все равно забанил. Бруду надо банить, потому что... Для БП покрытия. Любой герой здесь просяет. Главное не забыть про нее. Очень часто вот на как раз последнюю стадию бана забывают. И ласпик у нас будет у оптиков. Они спокойно могут эту бруду взять. Кажется, они причем без проблем могут Легионку переквалифицировать на первую позицию. Пусть сетка стоит, фармит. Рискованно, но могут. Таск забанит. Ну да, Солидарный, кстати, неплохо был. Смотрелся, им нужна разведка как раз-таки дополнительная. Ну нет, даже дело не в разведке, а в том, что у тебя начнется какая-то драка, и у тебя, например, Висп взлетает, Висп полностью укунулся, и все. То есть герой уже не с себя работает. ДП там тоже. Дух залетел, застанилось. С фарм залетел, застанилось. С Легионка там первую спелку кинул, застанилось. То есть их можно просто хорошо подлавливать. И, допустим, в рамках той же Легионки, на линии, ей очень тяжело против Никса. У него тоже куча регена, он стоит, просто не китайцы. Ну, я думаю, они прекрасно понимают, что сейчас они выигрывают пик. Или не выигрывают. Или не выигрывают. Байда-то не забанили, а бруду-то не забанили. Не байда забанили бруду. Они боятся не бруду, с бруду типа мы справимся. Они боятся именно этого жесткого лейта, чтобы проблем не было у Омни Найт и Террор Блейда. У нас есть Террор Блейд, без разницы на эту бруду, она нас не спушит, мы расфармимся. И потом мы забыли совсем про него. Да я что-то после вчерашней первой игры, когда играли, у нас вообще не было ни одного. Да, это что-то совсем изглавливается. А вот в остальных сериях использовался герой. Или побонялся. И был очень сильным. Джем там вчера даже вспоминал самые большие цифры, которые герой набирал на лоу-левелах. И не исполнил 321 урона. Да, этот герой реально мощный. Просто реально из головы вылетел, он ни в пике, ни в бар, ни вошел. Ну я не знаю. Я видел несколько троллей против Террор Блейда. Вчера, кстати, тоже, по-моему, был у нас тролль против Террор Блейда, если не ошибаюсь, в одном из Бестов 3. Но я уже не помню. Вот просто сравнить... Даже вот закроем глаза на лайнинг, сравнить именно замес 5 на 5. Ну просто Virtus.pro на гол сильнее. Ты просто ничего здесь делать не можешь. Пока у тебя блокин-бары там на тролле не появляются, просто бесполезный персонаж. Хорошо. Получается, что если лейнинг стади, точнее, если оптики выигрывают лейнинг стади, у них есть шансы? Или все-таки совсем все грустно? Все равно. Шансы есть всегда. Нужно именно в салат выиграть лейнинг стадию, чтобы потом жесткость на бол пошел. Так Virtus.pro должны сносить с карты. Хорошо. То есть это пик, без какого-то второго дна, за 15 минут они должны выигрывать, либо проиграют. Что ж, наши аналитики считают, что Virtus.pro сейчас победят, комментируют этот матч, будет имя сит вместе с Force. Вам слово. Спасибо нашим многоуважаемым аналитикам за мнение. Ну что же, друзья, всем привет. Доброе утро. Virtus.pro против Optic Gaming. Очень интересная игра у нас должна получиться. Virtus.pro забрали классический свой стандартный драфт с Terrorblade. У меня на этом, но они очень часто играют с такими персонажами, достаточно популярными они являются. Ну а Optic Gaming, мы за их игрой наблюдаем редко. Они не так часто доходят до стадии плей-оффа, не так часто играют на лан-турнирах, в отличие от VP. В их пике видна какая-то задумка, но я бы все-таки примкнул к нашим аналитикам и свой голос отдал бы Virtus.pro на первой карте, по крайней мере. Хотя Optic'и радуют в последнее время, знаешь, они собраней играют. В любом случае, пики очень интересные. Мы подобных пиков не настолько часто видим, в принципе. Удачи, спасибо, ГЛХФ. В общем, ребята знают, кто тут умеет разговаривать по-русски. Ну и что ж, тролль против Элдер Титана. Я бы тоже ставил на VP. Пайкат очень неплохо по-русски разговаривает. Да, Пайкат очень любит вообще СНГ, зачастую бывал в Киеве. Я помню, на одном из турниров Пайкат был комментатором или аналитиком, и наши столы располагались рядом, и он кричал нам что-то по-русски там со своего стола. Даже что-то нецензурное выкрикивал, бывало. Ну так, ради шутки, естественно. Не, ну Нотейл прям совсем, если ты вспоминаешь те знаменитые ролики с Нотейлом. Ну да, Пайкат, конечно, веселый, задорный парень, умеет поддержать беседу. Так, в топе у нас Паша вместе с саппортами Virtus.pro отжимает баунти-руну. Слушай, тут похоже, что три баунти-руна достанется Virtus.pro. Нет, пока что только две, и еще одну должны забрать рядом с Секретшопом, да. Пробивает Рамзес по максимуму. Здесь ему придется использовать фласку в ближайшее время, либо же просто отхиливаться тангусами. Наверху очень сильная линия вырисовывалась для команды Virtus.pro с Роджером. Сейчас Роджер будет отпуливать крипов, да? Да, он отпуливает крипов. Да, пытается, пытается. Пайкатус здесь, в общем, приятно не придется, потому что Умни Найт все же не самый приятный персонаж против такого милишника-дальника, как Тролльварлорд. Плюс еще и Роджер будет неплохо дизейблить. Но, с другой стороны, можно будет просто стоять в ленжевую форму и пытаться добивать максимум крипов. Рамзес уже использует минпарфозу, попытается пробить 33-го. В общем, по максимуму, по максимуму сейчас нужно крипов добивать. Ну и Соло помогает потихоньку 33-го. Действительно, здесь получилось нахарасить. Ну, что-то там фармит крипчиков уже, он Найт вместе с Титаном. Титан отгоняет ППД, чтобы не мешал ласхитить своему хардлейнеру. Да, Роджеру было бы неплохо еще стаки какие-то поделать рядом на спавных крипов, чтобы дальше побольше демэдж наносить уже с руки, заряжать свой степлер. Я помню вчерашнюю игру, кажется, между ВГД. Так, у нас здесь определенно должно быть что-то интересное. ФБ, Соло. Нет, все-таки не получается сделать первый практ. Ох, Боттл спасает. Как же хорошо сыграл его. Да, 20 хп выживает. А вот Соло теперь может быть в опасности. Но Волхаймный Котс падает по трем целям. Дальше Зай ускоряет. Под Тавроша не пойдет. 33-ти забодиблочил у Рамзес самую малость. В итоге Ферстблада до сих пор не имеется на второй минуте. Вчера мы наблюдали, как ДП в Соло может разобраться с гирокоптером на центре. Конечно, такого по идее не должно происходить. Но посмотрим, как нудничек это стоит с CCNC. Все-таки CCNC это очень опытный игрок на Death Prophet. Его сигнатурочка. Так, тут Соло. Очередной раз пытаются пробить. Спириты пошли. 33-й кинодекфилд. Это Ферстблад для команды OptiGaming. Все начинается в их пользу. Ну и Рамзес вынужден отстаивать сейчас в гордом одиночестве эту линию. У Рамзеса заканчивается хп-реген. У него всего лишь два танга осталось. При условии, что третья пока что активна. И он легенится. То есть он не постоянно может метаморфозы отгонять 33-го. Не постоянно может подходить к рипам. Определенные трудности у Virtus.Pro в боте. Определенные. Да, хоть и топки в стат на этой карте. Это Терроблейд вместе с Геррокоптером. Но в любом случае у него могут начаться в ближайшее время какие-то проблемы. Возможно придется тратить больше денег на реген. Возможно опять же придется стягивать сюда очередного саппорта. Все же Legion Commander это персонаж. Ну именно вкупе с Ио. Это персонаж, который может агрессировать на линии. Который может пробивать вражеского кора. Ну и прогонять саппортов. Под время Роджера. Да, PPD присутствует и может быть даже убьет. Осталась буквально одна тычка и он ее дает. Хотя есть Prefugation. Ой, ппд. Пошел BrainSup. Ну получилось убить. Такое ощущение, как будто он пожалел сейчас BrainSup. И останется команда Optic без фрага. Но тут удается даже еще и Пашу забрать. Роджер возвращается с телепорта. Прогоняет PPD с PyCut. Но эти ребята уже свое грязное дело здесь сделали. Как же больно, PPD. PPD просто с тычкой, которая у него довольно-таки большая. Все-таки это Bane. Он сейчас немного не рассчитавшего свои хитпоинта. Элдер Титана смог забрать. Получилось забрать также еще и одного героя. То бишь саппорта. Ну и Соло продолжает стоять на нижней линии. Хоть каким-то образом пытаться давать пространство для фарма Рамзесу. Рамзес использует метморфоз. Возможно даже попытается 33-го пробить. Работает Kinetic Field. Зай отрегенивает. Ну и телепорта 33-го. Абсолютно спокойно он отсюда спасается. Сбить его пока что нечем. Да, 33-й увидел то, что Соло прокачал Kinetic и понял, что Галимса там просто-напросто нет на втором уровне Дизраптора. В центре пока что абсолютно одинаково стоят ДП и Герокоптер. Но ЛК пока хорошо отстаивает. То есть у ЛК 15 давитых крипов. Также есть ассист. И в принципе можно будет пытаться какие-то даже ранние дуэли здесь заполучать. Теоретически Легионка она послабее Омни Найта в мидгейме. Из-за того, что Омник слишком много урона дает пюрификейшнам своим. И спасает тиммейтов. А Легионка так не умеет. У него тоже, конечно же, есть хороший скилл за так называется для сейва. Но он все-таки не так много хп восстанавливает и не так хорош, в общем-то. Ну посмотрим. У Оптигейминг, с другой стороны, довольно-таки неплохой драфт для того, чтобы тягать соперника по карте. Пытается Пайкат пробить сейчас Пашу. Переключается на Роджера. Роджер использовал Астрал Спирита. Пытается использовать Стомп. Удается ему это сделать и спокойненько отсюда уходит. Остается без маны и без хп. Придется бежать на базу. Ну, в принципе, неплохо получается, потому что Пайкат самой малость отвлекается от фарма крипов на этой линии. В это время на миддллейне, в принципе, можно последний раз... Не последний раз, но просто взглянуть на крипстаты. У Death Profit 21, 23 у Нуна. И заданная она тоже примерно ровненько. То есть стоят весьма-весьма поровну эти игроки. Ну, пока ничего интересного на самом деле не происходит. Те три фрага, которые оптик гейминг сделали, они мало к чему привели на самом деле. Тут в боте, правда, чуть попроще стало Заю 33-му стоять. Мы видим, как щемит Соло. Соло кастует Кинетик, пытается отступить. Но у него на третьем уровне должен быть прокачат Глимс, теоретически. Да, первого уровня Глимс у Соло есть. Так что он здесь выживал в любом случае. Пытаются напрягать оптики в боте, но Рамзес по-прежнему фармит. У Рамзеса, между прочим, скоро будет уровень 6. Он только попытается оптик, может быть, под вышку тут нырнуть, но побаиваются. Все-таки без скрипов слишком страшно. 14 зарядов в стиках, так что Рамзес, в принципе, может позволить себе немножечко подпросесть. Оно, с другой стороны, Соло подходит. И вот Соло. Это хорошая цель для того, чтобы попытаться сделать убийство. Соло бежит. Но опасная была ситуация, правда, 33-го вовремя остановили. Бегут, бегут под вышку, ты посмотри, сюда телепортируется. Сейчас гирокоптер, нынчик пытается засейвить своих тиммейтов. Пошел кулдаун. Кулдаун очень кривой, но 33-го все равно должны забрать. У него уже летит ракета, и мидер команды Virtus.pro не дал в обиду свой сейфлейн. Да, очень много дэмэжа с Rocket Barrage, ну и, соответственно, 1-3. Счет в этом матче. Virtus.pro все же сделал для себя первый фраг. За это шел забрать баунти руну. Причем сейчас еще и хасту найдет. Весьма неплохо. Я отрагенец и сам. И, в принципе, можешь зарядовать бот из тебя оставить для того, чтобы отрагенить какую-нибудь дежурную команду гипотектическую. Но вот наверху пока Роджера пытается подпробить. Пошли топоры. Роджер не так-то прост будет пытаться драться с пайкатом. Но там баши как больно работают на Роджера. Пора бы уже, наверное, даже кастовать их хастом. Хотя, с другой стороны, там пара тычек от рульварлорда. Он может отправиться в таверну, пока и выйдет топоры. Ну и вроде как должен жить. Телепорт кастовать прямо сейчас, и Роджер должен уходить. Роджер. Да, успевает. Успевает сделать. Даже подойти и попытаться дать баш пайкат. Но было близко. Было близко. Пайкат очень красивый микрил. Он держался на дистанции, чтобы не получать вот эти неприятные тычки от Элдор Титана. И расстреливал топорами. Только вот промазал он один раз топориками. Зай на хасте приходит в топ. Убить у меня на это очень сложно. Он слишком близко к вышке. Не получится. А Паша со вторым уровнем перификейшн. Действительно, его привет сложно. А тут в это время последняя тычка летит уже по 33-му. Рамзес делает очередное убийство для своей команды. 1-1 на его счет. Интересно то, что Рамзес пока что не прокачивает Сандер. Да, вот у него 7-й уровень. И уже 2 скиллпоинта есть. Если раньше в этом был смысл, то сейчас в этом смысла особого нет. Потому что, ну, раньше соперник мог навести на Сандер. Убедиться в том, что ты его прокачал. Если отображается рейндж применения способности. Потом, вот как раз во время ЕСЛ в Котовице эту фишку подрезали. Пофиксили. И теперь ты можешь качать Сандер практически всегда. Роджер получает сифона. Откидывается эхастомпом. Заслипал троих. Но, к сожалению, под это все никакого раскаста дать некому. Ну, вот по поводу такой привычки. А Трамзес наверняка это действительно имя привычка. Хотя, с другой стороны, может быть он оставляет для того, чтобы в какой-то нужный момент вкачать себе иллюзии. Да. Вот верно подмечено. Если ты чувствуешь то, что Сандер тебе использовать в ближайшее время не придется, ты можешь просто вкачать иллюзии и эффективнее фармить. Именно так. В это время пошел экзорцизм по мидл-линии. Эхастомпом подцепили Зая. Будут возвращать ППД. ППД. Получается, что Кандер уже очень много урона, поэтому отправляется в таверну на мидл-линии. В это время СССР пытается драться с Пашей. Дэмэдж идет не по вышке, а только лишь по Умни Найту. Отлично все делает Паша в этом эпизоде. Ну и тавер должен не падать, скорее всего. Хотя экзорцизм еще долго будет длиться. Ну побьют, побьют вышечку здесь оптики, но тавер виртуз про в центре не потеряют это точно. В боте там продолжается борьба между легионкой и террорблейдом. 33-й особо никуда не уходит. Пайкат в топе также фармит. И основное действие у нас сейчас именно на центре происходит. Как бы под дуэль не попасть террорблейду на лох-хп, и, видимо, именно это и собираются сейчас реализовывать оптик гейминг. Но Соло ревилит весь смок. Да, прекрасно понимает уже Рамзес. Да, должен понимать то, что на него тут выдвигается. Ппд, правда, будет ли Nightmare? Да, хотят, очень сильно хотят, но, скорее всего, дамедж не хватит. Если он не на это не телепортируется, то это может быть фраг. Но оптик либо не знает... А, дуэль еще не вкачанную легионку. Только пятый уровень. А у Таррорблейда уже восьмой. Рамзес значительно больше с этой линии получил экспириенс. И по фарму, в принципе, он не приседает. Да, по-прежнему держит два скиллпоинта непрокачанными Рамзес. Ждет удачного момента. Почему именно два? Ну, потому что у него в четыре метаморфоза, в единичку иллюзии, в единичку рефлекшн. Это шесть, а у него было восемь. Да, видимо, не определился, чем накачать. Не, я спрашивал именно в каком смысле, зачем это нужно ему? Ну, может быть, Рамзес забыл, или привычка у него такая, знаешь, вот микрить. То есть он специально держит скиллпоинт на Сандере, чтобы не дать сопернику инфы. Ну, вот по старой, по старой схеме, так сказать. Но, опять-таки, это уже не работает. Важно понимать. И, возможно, сейчас будут пытаться цеплять Соло. Здесь есть эхастомпы. Эхастомпам ни по кому не попадают. Рамзес мог сейчас получить дуэль, если вдруг что. Но, видимо, не было это в самом дуэле. Соло подцепили. Работают, а также еще есть ифоны. Есть дуэль по Элдер Титану. Элдер Титана здесь должны забрать. Конечно, за дуэль дэмэджи не получат. Но, в любом случае, это минус два в исполнении команды Оптик. Счет становится 3-6. И Тиррор Блэйд телепортировался в топ. Понимая то, что в боте ему вообще ничего не светит через Метаморфозу. Пытается прогнать здесь Пайката. Да, прогоняет его. И продолжает фармить дальше. То есть, если Анси ломает уже вышку на боте, потеряли практически две вышки игроки команды Virtus.pro за последнюю пару минут. Ну, и Тиррор Бентавр внизу дефит тоже некому. Так, вот время. Рамзес переместился на топ. Как ты уже и говорил, но у него здесь большие проблемы. Он не прокастовал Сандар. Кажется, баш прокнул там. Неплохо. Вот Пайкат пишет, хорошо сыграно. Да, видимо, прокнул баш. Самый последний момент. Наверное, надо было чуть раньше Сандар использовать. Он почему-то пытался бежать прямо-таки в сторону Виспа. Ну, потому что у Пайката было слишком мало здоровья для Сандар. То есть, если бы он поменялся с ним ХПшками, то это, по сути, шило на мыло. То есть, у него не было ХП, у Пайката не было ХП. Ему надо было использовать Сандар именно в Виспа. В этом плане башки, конечно, очень хорошо работают. Так же хорошо они могут работать еще и, по-моему, не на это. Чтобы он вовремя не дал Гвардия на Энджелу или что-то подобное. Ну и посмотрим, будет ли тролль Варнорд, который будет просто не выпускать из баши, или же это будет тролль, который все же не достанет себя от такого большого атакспида. Но, в любом случае, Тирогентавр пытается уже Оптик задавить. Оптик Гейминг подготавливает почву для мидгейма, для удобного мидгейма. Что им нужно? Им нужно блинк на Легионке и хорошие какие-то варды, чтобы Легионка ловила одного из игроков Виртуз Про. Туда его вместе с троллем, допустим, делали релокейт и убивали. Эхо с Том покажет. Потратили уже на Лиджиум Командор. Рамзес закрыл просто своим же телом. Получится ли сбить телепорт или успеть ее добить. Да, дэмэджи хватает. Роджер вместе с Рамзесом спасается. Еще, если что, был Соло. Соло, который мог бы лимсануть. Хотят забрать Пашу, кажется. Паша может нажать репел и попытаться сделать тэп-аут, но может прокнуть Паш. Да, и он прокает. Да, Пашу 100% убивает. Дэмэджи уже очень немало от Трульварнорда. Вообще, герой, который, по-моему, незаслуженно выпал из меты, но сейчас его начинают вспоминать. Учитывая, насколько популярен БФ сейчас на милишниках, да, Тролли будут вспоминать, это правда. Террорбейт аккуратненько фармит свой лес. Тут пробежали только что. Бэйн вместе с Дэспрофит не заметили Рамзеса. Да, ну сейчас ночь, видимо, не хватает. ППГ вместе с Эссенцией. Могут найти сейчас руну дабл дэмэджи, попытаться как-то под ней подраться, но с другой стороны, как бы здесь она либо льет, либо трага. Самое простое, что могут сделать сейчас Опти Гейминг, это спушить Тир-1 вышку в топе. Это наиболее простое решение для них, мне кажется. То есть там как-то двигаться на мид, им пушить точно не удастся, там слишком хорошая позиция будет Виртуз Про. Но вот в топ уже идти поздно становится, потому что ВП занимает хорошую позицию рядом с Тир-1 Тавером, и сюда телепортироваться уже слишком опасно. Кого-то может глимсануть Соло, Соло бежит ставить глубокие варды, между прочим. Такой классический ставит Вижн пока что Алексей, он довольно легко девардится. Если саппорты Опти Гейминг захотят там задевардить свой лист, то они, в общем-то, с этой точки, скорее всего, начнут. Но ничего страшного. Может быть, они и не попытаются сделать что-то подобное. Разменивают Тир-1 вышку на Тир-2 оптики. Нехороший размен для ВП. Нехороший размен для ВП, да. Нехороший. Но телепортироваться в бот, естественно, для защиты Т-2 вышки ВП уже просто-напросто не могут. Неужели пойдут дальше? Ну, будут пытаться. Будут пытаться хоть каким-то образом. Аналитики наши отметили то, что в драке 5 на 5 Виртуз Про намного сильнее. Сейчас Оптики выигрывают, правда, 4000 золота. Наверняка и по XP они тоже впереди. Но он Нинайта на такой минуте очень сложно будет пробить. Если он скастует свои скиллы, конечно же. Если его не поймает Легионка, не поймает Бэйн. У них три ультимейта, которые могут выиграть файт. Сейчас Мог разревелился. ППД просто прекрасно все понял. Они проверили Рошан. На всякий случай вдруг его забирают через Экзорцизм. Но Экзорцизм пока что еще в кулдауне. Сколько долго? 82 секунды. Да, Экзорцизм был использован для того, чтобы забрать Тир-2 вышку в боте. 33-й нафармил денежки на Блинг. Ему нужно его приобрести и притащить себе Курьера. А вот теперь можно начать файт с неплохой инициацией от Legion Commander. Крутой вижен расставили Virtus.pro. Обрати внимание на два варда, которые находятся в лесах оптиков. Если оптики будут фармить свой лес, то, скорее всего, Virtus.pro об этом будут знать. И будут выбирать соответствующую позицию на карте для Террорблейда, для Геррокоптера. Да, вот такие хорошие агрессивные варды от ВП. Еще и Юл появляется для Сессиан Сип. Попытаются, возможно, сейчас пойти дальше, зацепить какого-нибудь Нуна. Во всяком случае, его нашли. Ему уже мешают фармить стаки. Но он сделал новый стак и, в принципе, может отсюда отойти. Там Паша тоже подфармливает лес. В принципе, тролль Варлорд очень сильно сейчас опережает Террорблейда пофарматься. В 2000 на 16-й минуте. И, в общем-то, команда Optic Gaming опережает команду Virtus.pro на 4000 по золоту. А Нуну надо с этим что-то делать. Делает он пока что Сашу Яшу. Хотя, наверняка, это будет не Саша Яша, а какая-нибудь Манта. Или просто Яша. Сейчас зачастую именно так и собираются. Ну и после чего Блокимбар. Что-то подобное. Барабаны у него уже имеются. Так что, в принципе, начальный задел есть. Неплохие характеристики. Ну и Рамзес прячется в лесах. Пока что не хотел палиться. Вместе с 33-м. А 33-й рядом. Тут Рамзес байтит. Рамзес байтит. Он знает то, что у соперника есть ЕО. И то, что 33-й, возможно, захочет скастовать в него дуэль. И под релокейт забрать. ТБ. Но 33-й не попадает на этот байт. И аккуратненько уходит дальше в лес. Потягивали, сказал, что линжку саппорт. КПД здесь уже 100% умирает. Он убедился в том, что за Рамзесом стоят герои. То, что 33-й сделал все правильно, что не напал. Конечно, оптикам хочется какие-то дуэли сейчас выигрывать. Но ситуация на карте, мне кажется, их вполне устраивает. Тролль фармит очень много. На пайкат с БФ он доделывает себе Сашью Яшу. Саша у него уже имеется. И, в принципе, нужна Алибарда. Нужна Алибарда, на ком ее собирать? Скорее всего, Омни Найт. А Омник пока что делает Мекку. Это такой довольно странный артефакт на Омни Найте. Мы очень редко видим Мекку у Омников. Там, кажется, пошел релокейт. Да, пошел релокейт в Рамзеса. Неплохой эрсплиттер, но Рамзеса уже успели убить. По-троим весьма неплохо залетает. Но, к сожалению, сделать дальше ничего. Команде Virtus.Pro в этом файте не выйдет. Роджер. Роджер пытается отсюда уйти. Но Роджера не поймают. Хотя есть рядом Пейн. Но слишком сложно. Роджер делает Сейюл. В принципе, абсолютно такой дефолтный, более-менее, билд на Элдер Титане. Классический, да, артефакт. Он против Легионки, хороший конкретно для Элдер Титана. Тоже будет весьма полезен. Против Бэйна хороший. Если Бэйн начинает кого-то душить гриппом, можно его просто подъявулить таким образом, сбить ему каст. Солар бы не помешал против Пайката. Но я думаю, что это тоже каким-то образом все-таки команда Virtus.Pro будет учитывать все сеансы. Использует Глимс. Но Солар не настолько далеко от кейла. В любом случае, пока зацепить никого не получается. Лежим Командор дуэль не давала. 33-й использует все-таки свой пресс-атак на тиммейта. На Питера Памдама. Питер, Даггер отсюда спокойно уходит. Используем кулдаун. Вот в Virtus.Pro на самом деле было бы приятно с ними даже без ультимейта подраться. Потому что есть и экзорцизм. Есть абсолютно все ультимейты у команды OptiGaming, кроме ультимейта Ио. Ио берет себе плюс 60 к урону. Омник помимо Мекки там еще Аркантапки хочет купить. У него видно было Энерджи. Да, он купил Аркантапки. Это говорит нам о том, что Паша хочет приобрести себе Гривзы. Гривзы весьма полезны против Сайланса Дес Профит. А вот Лутусорб тут покупать очень опасно. Потому что если ты Лутусорб скастуешь как-то кривовато, прям под дуэль, то ты можешь отдать двойной урон. Теоретически. То есть, ну, не стоит. Не стоит Лутусорба против Легионки покупать, если может быть и... Линка, может быть, зайдет получше. Хотя в это время дуэль есть по Гирокоптеру. Попытаются все-таки забрать Нун на Нун. Пока спасает его ППД. Пытается хоть каким-то образом и Хастомпом отзонить оппонентов. Роджер, ну и получается. Получается сделать убийство по Легионкамандер. Очень красиво сыграл здесь. Он зашел в Рошпит, заставил соперника потерять Вижен. Сейчас подходит Рамзес в Метаморфозе. Делает уже даблкил. Пайкат вгрызается в игроков соперника. Ловит ракету. Здесь CCNC уже триплкил для Рамзеса. Ультракил для Рамзеса. И Рамзес не собирается останавливаться. Он бежит дальше. Он хочет поймать CCNC. Но CCNC уже слишком далеко. И возможности его как-то глимсануть нет. Потому что Соло погиб одним из первых здесь. Огромный демэдж просто наносит Террор Блейд в Тимфайте. Да, работает весьма неплохо. Но действительно Нун, хоть и очень каленый, но остался в живых. И теперь можно попытаться сломать Р2-вышку. Хотя, с другой стороны, появятся все игроки команды OptiGaming. Уже очень скоро. Поэтому слишком далеко в Virtus.pro не заходит. Довольно-таки скоро появится Манта Стайл. У ТБ осталось совсем немного. Буквально сейчас так и зафармят. Какие-нибудь будет ему. Но и преимущества по золоту уже абсолютно никакого нет. У графики в нулях. Это значит, что команда Virtus.pro может начинать поворачивать эту карту уже в свою сторону. Да, этот ультракил помог Virtus.pro сейчас немножечко камбэкнуть в игру. Как по золоту, так и по XP, так и, в общем-то, по контролю на карте. Должны оптики действовать несколько осмотрительные. Правда, PPD выходит в очередной раз на этот хайграунд. И здесь его уже 33-й подсейвить. Презоатак он вообще никак не может. Легионка использует блинкаут. Кулдаун от Нунчика какой-то довольно странный. Но ладно, ничего страшного. Этот скилл, который не жалко потратить. Он быстро кулдаунится и быстро восстанавливается. Да, кулдаун, быстро кулдаунится. Все правильно. Нун уже с Сашей Яшей, конечно, с барабанами делает. Блэккембар. Ну вот после Блэккембара, конечно, команде Virtus.pro можно будет еще более приятно драться. Конечно, там тролль есть. Тролль, которого было бы неплохо зафокусить как можно скорее. Потому что именно он представляет самую большую опасность в файте для них. Но вот Пайкат. Пайкат, на который он может быть вытянув. Дает сейчас Вижен, но слишком долго телепортируется Соло. И, скорее всего, заглимсовать Пайката здесь не удастся. Пайкат не собирается даже на секунду. Хотя сворачивать не туда. Это шанс. Это шанс глимсить сейчас Пайката. Тизером Зай. Пайката поймать не получилось, но Зая убили. Ну, Зая, в принципе, забрать тоже довольно-таки неплохо. Хотя он возвращается на базу. Он использует Relocate. И команда оптиков сейчас начинает стягиваться к месту использования Relocate. Не дадут в обиду своего саппорта оптики. Я, честно говоря, не думал, что Зай таким образом сыграет здесь. Ну, молодец. Зай, кстати, один из самых опытных виспов, по крайней мере, на американской сцене в данный момент. Но Северная Америка неплохо поднялась за последние пару месяцев. Поймали Пашу. Паша, не успевая скастовать скиллы, получает сайланс, получает дуэль и очередной дэмэдж для 33-го. Уже 20 урона у него. Ну и забирает Рошана. Оптики ломает Рошана очень быстро. За счет Пайката, за счет его батлтранса. Ну и вместе с Зайом, конечно, еще идет больше ускорение атаки. Американский коллектив способен навязать очень серьезный темп игры здесь. За счет вот быстрого тролля, который по карте носится и фармит сумасшедшим образом. Нунчик спрятался в лес. И ППД его найти пока что не может. Но сейчас, кажется, он почуял запах. ППД здесь. Восьмой уровень у него. У него есть грипп. Стягивается команда оптик за... Опасно. Опасно для Нун, но у него нет вообще маны. Получается забрать АППД. Тридцать третий. Почему-то не касту этого салюта ничего. Потому что здесь Тероблейд уже наваливает вовсю по Си Си Си. Си Си отправляется в таверну. Эхо Стом пошел. Еще и Полиджио Коммандер. Тридцать третий отсюда тоже никуда не уйдет. Это минус три в размен только лишь на одного. Умнина это в исполнении команды Виртус ПРО. Рамзес под Метаморфозой. Они подрались рядом с Тередовышкой. А это значит, что можно ту самую вышку сейчас сломать. Чем, в общем-то, Виртус ПРО и занимаются. Рамзес, конечно, за этот файт очень немало золота. У него уже 2800. Он недавно себе манту приобрел. И тут у Рамзеса уже 3000 золота. Посмотрим, что он купит. Тут, наверное, проигнорировать следует Блэкинг Бар. Купить что-то наподобие Бабочки или Скади. Скади, наверное, купит ТБ. Ну вот там Мека появляется на Умнинате. А Линку, кстати, можно было бы купить против Гриппа, против Дуэли. Да, это очень хороший вариант, на самом деле. Тоже статы. И, в общем-то, приятное активное свойство. Я думаю, что и Гирокоптеру надо будет собрать Линку. И Рамзесу тоже не помешает. Ну, Рамзес пока что думает. Пока что... Есть варианты, скажем так. Пока что пытается понять, что лучше ему подойдет. Не тратить денежки. Мека появляется у Ио. Да, та же самая Мека недавно появилась у Умнинайта. Ну и вот Виртус Про пытается максимально пробустить файт 5 на 5. Не помешало бы даже вопросу, какой-то Кирас потом придумать. Кстати, когда мы видим игру с Виспом, мы всегда должны понимать то, что теоретически, возможно, такая ситуация, когда Висп прокачает талант на бонус для ультимейтов. Да, на 15 уровне. Насколько хороши тут агонимные ультимейты у оптиков? В общем-то, не так хорошо. Какой-то, возможно... Только дуэль. Дуэль, да, какая-то от 33-го какая-то может теоретически получиться. Но это сложно будет реализовывать, потому что, опять же, придется прыгать, Тезор будет рваться. У Бейна не ультимейт усиливается, у него там брейнсап становится намного опасней. Ну, посмотрим, как Зай сыграет. Обычно качают все-таки ветку с уроном для спиритов, но здесь, может быть, мы и увидим, как Зай прокачает бонусы. Ну, а сейчас Легенка это будет неплохо. То есть ты стоишь довольно-таки долго в БКБ, в своем, может быть. Потом ты стоишь и дуэлишься в БКБ своего тиммейта, получается, подагоним на БКБ. И таким образом Легенка может очень долго драться. Но проблема в том, что дэмэдж не заходит от других персонажей. И пока что дэмэджа с дуэля не так много. А это значит, что Леген Коммандера надо будет цеплять каких-то саппортов. Но в этом не имеется никакого смысла. Через экзорцизм оптики аккуратненько забирают Т2-вышку и отступают. Главное, чтобы Соло никого тут не глимпсонул, конечно, для оптиков. Они стараются отступать крайне осторожно. Virtus.pro бегут вперед. Хотят кого-то поймать здесь. БКБ появляется у Пайката. Глимс на ИО. ИО следует продать здесь. Его уже никак не спасти. Там пытался, там Роджер еще кого-то зацепить. Видимо, кого-то зацепил, потому что использует свой ультимейт. Но тут все, крипы разбили Питера Пандама. Рамзес разбирается с ППД. Да, действительно, ППД здесь уже никаким образом не уходил. Blacking Bar в этот момент появляется у Death Profit. Не хватало. Не хватало БКБшки. Вот использовал уже буквально в прошлом файте при Пуша свою ультимативную. И мы видим, что пока Virtus.pro выходит вперед. Мы видим то, что Terror Blade догрейдил себе пику. Заставляет соло поражать вражеского мидера Blacking Bar, что, в общем-то, не дурно. Если у ТБ сейчас есть метаморфоза, можно даже попытаться зайти на ХГ. Роджер, как нагло, его, видимо, там, ну да, подскочил он к игрокам оптиков. Но хорошо, что никто не умер в этой ситуации. Толкнул Паша. Да. В этой ситуации не один. Или Terror Blade подтолкнул. Там у Terror Blade пика есть. Может быть, он использовал Forstuff. Потому что у Паши, по-моему, Forstuff нет еще. Это, знаешь, все трюки исполнены профессионалами. Возвращают Пайката. Пайкат пытается хоть кого-то зацепить. ПКБшку прожимает. Должен грызаться дальше в Рамзес. И уже минус два Blacking Bar у команды Optic. Два Blacking Bar 10-секундные. И это все на руку ВП. Причем очень сильно на руку. Потому что довольно-таки скоро они могут начинать, точнее продолжить свой пуш уже по нижней линии. Цепляют после Blacking Bar уже Пайката. Если получится его дезеблить, можно будет и убить. Летит ракетка. ВП не отходят. Хотя уже довольно-таки далеко отошел кор команды Optic Gaming. И получает свою ракетку уже на хайграунде. Туда, конечно, ВП сейчас идти никакого смысла не имеет. Да, оптикам не следует торопиться. У них сейчас нет Blacking Bar. Им нужно дождаться момента, когда появится БКБ у Тролля и у Death Profit. Ну, а Virtus.pro, соответственно, тоже следует отойти. И дождаться, пока у них появится Метаморфоза у Terrorblade. Нунчик нафармил себе Blacking Bar. 1800 золота у Гирокоптера. Коллекционирует баунти-руны. Очень много золота за них получает. И у Паши практически Гривзы. 14-й уровень. Уже взят талант на ГПМ давным-давно. И за счет Мидасика Паш, конечно, денег лутает. Нереальное количество уже. 2000 у него золота. Сейчас купит рецепты Гривзов. Потом мы видим то, что он хочет купить себе Блинк. Но можно, в общем-то, обойтись без Блинка и сразу же заражить Аганим. Это тоже будет весьма эффективным решением. Нет, все-таки передумал покупать Гривзы. Сразу же купил Блинк себе. Интересно. Да, тут у Пайката, кстати, у которого все довольно-таки хорошо на линии сейчас уже нет. Топные отворцы, хотя идут они, по сути, одна нога в ногу с Террор Блейдом. Рамзе самая малость обгоняет. Ну, у Пайката сейчас БКБшка, если что, имеется. БКБшка, насколько я понимаю, 9 секунд. Вот Линку на себе дальше собирается и будут пытаться драться. Исключительно против Сандера Пайката покупает Линку, потому что он будет вгрызаться в обоих Блейдмейла. Сразу дуэль пошла по Нуну. Ну, он просто может выиграть эту дуэль. Вы только посмотрите, это первая дуэль для Нуна. Очень неприятно проигрывать дуэль, тем более отдавать дэмэдж Гирокоптеру, у которого имеется Флэгкэнон. Уже даблкил для Нуна. Попытаться подцепить еще и ППД. И ППД отправляется в Тайвер. Ну, правда, Нун его не добивает. Добивать его Паша. Это минус 3 в исполнении команды Virtus.pro. Какая провальная дуэль. Конечно, да, Блейдмейл, но туда слишком много дэмэджа влил Элдер Титан. Очень плохо то, что и Террор Блейд метаморфозы не использовал Virtus.pro. Просто сейчас сломает линию оптиком. Да, получает ракетку, получает абсолютно все Legion Commander. А, у него метаморфоза была в кулдауне. Ну, что ж, это, в общем-то... Только в плюс. Ничего не меняет, потому что все равно Рамзес подходит к ХГ, все равно активирует эту метаморфозу и начинает вместе с Нунчиком атаковать Терртревышку. Мы знаем, насколько опасен Террор Блейд вот в таких вот ситуациях, когда он подходит к ХГ и некому отспамиться скиллами, некому задефать бараки. Он в мгновение ока просто разрушит лайн. Да, здесь пытаются подцепить еще и ССНС. ССНС вынужден сжать МКБшку. Можно попытаться отсюда уйти. Virtus.pro доломали барак и все. Бежать. Бежать отсюда. Используется экзорцизм. Попытаются хоть кого-то зацепить. Есть еще и Глимс. Глимсанули кого? Глимсанули, по-моему, Legion Commander. Ну и Паша под репелом. Если вдруг что, может сейчас ССНС поменяться? ХП Рамзес. Как же хорошо он это сделал. Сначит, что он контакт филд работает. Получается убить ССНС и очень быстро. Пайкат сгрызается в Пашу. Пашу получается забрать. Паша уже использовал свой ультимат, так что сейчас его не было смысла абсолютно никакого использовать. Пайкат отхиливается весьма неплохо. Получается выжить с помощью Мекки от Ио. Ну и Соло. Соло возвращает кого? Соло. Попытались здесь тоже остановить. Соло наверняка тоже будет цеплять. Рамзесу надо постараться уйти. Рамзес использует все-таки свой Хуррикейн Пайк и спасается из этой ситуации. Чудом каким-то ушел отсюда Рамзес. Отличная игра от Зая. Он релокейтом Пайкат переместил прямо в точку перед Рамзесом. То есть попытались Рамзеса здесь поменять. 6200 урона наносит Тролль Варлорд. С этим героем, конечно, шутки плохи. Но Виртуз Про забрали лайн. Это весьма недурно. Посмотрим, что у нас там по респауну Рошана. Видимо, он еще крайне не скоро по 30 секунд, нам говорят. Ну, это хорошо для оптиков, потому что метаморфозы еще достаточно долго будет кулдауниться. Оптики хотят ответить по миду своему оппоненту. Заставляют оппонента нажать фортификейшн. Но спавнится Омни Найт, спавнится Элдер Титан. И что-то мне подсказывает, что оптики лайн забрать не смогут. А вот вышечку, конечно, подрежут. Да, вышку подрежут и отступят. Нет, все-таки Пайкат хочет забрать милишный барак. Пайкат переключается в рейнжовую форму. Начинает оккульт. Посмотри, как много урона. Пресс-атак от 33-го. Да, и забирают оптики. Забирают оптики бараки. Стараются отступить Пайкату. Пайката должен быть Блэкинг Бар сейчас. Есть ли у него Блэкинг Бар? Да, Блэкинг Бар есть. Возвращаются. Блэкинг Бар и ТП-аут. Ну, нету башни ни у кого. Так что, действительно, зарубить его здесь не получается. Это было близко, если честно. Я не ожидал, что оптики наберутся смелости и смогут забрать милишный барак и еще и Т3-вышку. Ну, да, собственно, по-другому милишный барак ты не заберешь, если Т3-вышку не убьешь. Рошан заспамнился. Хочется отметить, что обе команды просто чувствуют эту игру. Абсолютно безошибочная, я бы сказал, игра у нас получается по сравнению с некоторыми другими. Например, с тем, что мы видели вчера в матче ЕГЭ-Ликвид. Ну и команда Virtus.pro уже с метаморфозой прожат и пытаются пробивать Рошана. И Рошан будет падать очень быстро. Как минимум, оптик гейминг заставляет Virtus.pro понервничать. А мы знаем то, что не каждая команда на это способна. Ну, стоит напомнить, что они выиграли. Команда Virtus.pro в групповой стадии этого же турнира. До этого, правда, накатовится. Команда VP одержала победу над оптиками. Сыр оставили. Сыр забыли. Virtus.pro, видимо, настолько увлеклись. Пожалуйста, кто-нибудь, заберите этот сыр. Появляется 20 уровень у тролля. Это 50 дополнительных единиц демеджа. Это довольно серьезный бонус. Слушай, на это будет рофл. Массовые линкенсферы пошли от Virtus.pro, как мы с тобой предполагали. И ТБ, и Гирокоптер купили себе по линке. Это для того, чтобы сложнее и ППД было кастовать ультимейт. Для того, чтобы 33-му сложнее было ловить вражеских персонажей дуэлями. Но, в общем-то, неграмотная дуэль может стоить очень дорого 33-му. У Гирокоптера уже плюс 14 урона. Из-за того, что 33-й прыгнул. Так, зайдут ли в Рошпит? Не заходят. Не заходят в Рошпит оптики. Они даже не предполагают. Вообще, если они сейчас прокликают игроков ВП и увидят, что там нет сыра, они могут попытаться туда какого-то курьера отправить. Знаешь? Потому что, ну а куда делся сыр? Никто же его не мог съесть. Там не было какой-то такой острой или нервной ситуации. Ну, продать сыр, блин, ну как-то жалко, конечно. Ну, не любят кисломолочные продукты, я вижу, Виртуз Про. Хотя, в принципе, укрепляют кости. Может быть, Виртуз Про сейчас поймут, что они сыр-то не забрали. Сыр довольно много решает. Особенно для Террор Блейда сыр полезен. Потому что, если ты отдаешь Террор Блейду Аегис, и он в метаморфозе умирает, то спавнится он уже без метаморфозы. А если ты отдаешь ему сыр, ну, Аегис у нас не у Рамзеса, но тем не менее, да? Если ты отдаешь Террор Блейду сыр, то он может в самый последний момент этот сыр нажать, еще какое-то время пожить, еще потом использовать Сандер. То есть это, ну, дает ему огромное количество приятных опций. Тем более у него есть стики, которые можно продать. Есть Аквилы, которые тоже можно продать. Виртуз Про стягиваются к своему хайграунду для того, чтобы использовать Смоук. Пойдут в атаку. У Омника появляются Гривзы. Поспамьте кто-нибудь в Твиттере Рамзесу, чтобы он поднял этот сыр. Не знаю ли кому-нибудь другому. Я думаю, что там нельзя. Да, да, именно так. Сесиан Си в это время летит по нему ракетка, попытается глимсануть. Также БКБшка все еще у Сесиан Си имеется, но его очень быстро стирает. БКБшку прожал, но умер. БКБ теперь не будет даже после байбека. 33-й тоже в очень неприятной ситуации. Получает ракетку, получает кулдаун. Кулдаун, правда, по нему не попадает, но в любом случае он здесь умрет. Чудовищная ошибка в координации от оптиков. После того, как начали ДП глимсовать, там либо активируется БКБ сразу же и оптики идут сражаться, либо БКБ не активируется и Деспрофит умирает. И оптики разбегаются в разную сторону. Но в итоге 33-й просто подошел дать пресс за атаку, еще и сам умер. Плохо. Сейчас заспавнится ДП, у нее не будет БКБ. Ломает тир-2 тавр. Тир-2 тавр рассыпается просто на наших глазах. И можно будет даже пытаться тир-3 сломать. Хотя в это время пытаются оптики еще и засплитпушить внизу. Пайкат ломает, но, к сожалению, сразу пошли телепорты от команды Virtus.pro. Ирлокейт. Абсолютно все вернулись. Но тут уже никого нет. Хотели оптики... Да, сыр все-таки забрали. ВП, курьер. На самом деле, слушай, это был крутой мув, который, к сожалению, не получился у оптик. Но они могли сейчас заставить врасплох какого-нибудь одного персонажа, который остался в нижней линии. Да, Ио забирает. Он релокейт им вернулся обратно, и Virtus.pro его просто разорвали на куски. Слушай, а было бы намного круче, если бы они из этого места, с того места, куда возвращался как раз-таки Ио, сделали или нет? Или да? Нет, то есть, получается, Ио сделал релокейт с базой команды Virtus.pro на нижнюю линию свою? Да, для того, чтобы поймать одного из телепортирующихся обратно игроков Virtus.pro. Но Virtus.pro слишком быстро распорталились, и поймать оптики никого не смогли. В таких ситуациях нужна легионка. То есть, одного релокейта мало. Ты не можешь просто нажать ультимейт на виспе, схватить с собой тролли и кого-то поймать. Потому что, ну, релокейт виден. Virtus.pro просто обратят на это внимание и разбегутся в разные стороны. Ты не можешь просто взять и сделать релокейт. Тебе нужен 33-й. Тебе нужна легионка для того, чтобы такие моменты проворачивать. Как раз именно с этой целью легионку оптики и взяли. Они планировали в мидгейме играть подобным образом. Легионка ищет фраги. Стоит хороший агрессивный вижн у оптиков. Они ищут игроков Virtus.pro. Нападают на одного, делают удары локейт и убивают. Они смогли так сделать только один раз. Но, опять-таки, это благодаря тому, что Virtus.pro очень грамотно действует. Они чувствуют вот эти моменты. И в какой-то... На одну из минут, я помню даже, как Рамзес, вот он увидел 33-ю. Он понял, что 33-й хочет его здесь поймать. Он позвал своих тиммейтов. Остался там специально забатить. Он хотел забатить на эту дуэль. И тогда бы Virtus.pro могли бы убить трех игроков. То есть Ио, Тролля и легионку. Но 33-й там понял и отошел. В общем, там такие тонкие моменты. Вообще, довольно много тонких моментов в играх, когда играет команда настолько высокого уровня. Если рассматривать демку детальнее, можно много чего интересного для себя подметить. Ну и PyCAD пока что подпушивает линию уже, доделывает себе бабочку. Причем, Зай в это время так же самым его тиммейт подхиливает. Но здесь уже Рамзес. Рамзес рядом. Рамзес, в принципе, может тут даже подставиться, если на него выйдут смоки. И используется смок от оптиков. Найдут или не найдут. Можно попытаться даже задуэлить Рамзеса. У Legion Commander стоит отметить всего лишь на 6 единиц урона. Больше, чем у Нуна с этой дуэли. Так что, в принципе, гирокоптер больше, чем Legion Commander. В это время используется хороший хостом. Пошел статистом Кенедик Филд. Ультимейт от Элдер Титана. Также неплохой. Получилось просто выключить Legion буквально за пару секунд. Работает Эйон Шелл на Си Си Анси. Извиняюсь, Си Антиск. И Рамзес. Уже прожал метаморфоз. Начинает ломать Тир-3 Тавр. Нужно хоть что-то сделать. Тридцать трейки готов врываться. Но врываться в Терраблейд это все равно, что самоубийство. Линка на нем висит. Если вдруг что. У него две линкен-сферы, своя и чужая. Да, сбили две линкки. Пытается очередной раз еще и Монтестайл прожать. В принципе, не попадается под Оль ни в коем случае. Л падает Тир-3. Ничего до сих пор не может делать ЛК. И ППД. ППД как-то пытается дефаться все-таки следовых и граунда. Но Эхостомп будет ли? Пока что Эхостомпа нету. Его сбили. Рамзес. Пробивает Пайката. Как же больно Пайкату просто с этого всего. Летит ракетка. Пайката не зацепят. Нельзя давать ему сейчас прижимать БКБ. Позвращает ППД. ППД нужно по-быстрому забрать. Пайкат пытается сэвить свой тиммейт. Но Уан уже в БКБшке. БКБшка также есть от Пайката. Дуэль пошла по Ноуан. Но Уан в фитнгриппе. Но используется Гвардия Нэжелл. Очередной раз выигрывает дуэль. Виртус Про. Получается забирать также еще и ППД. Это минус. Первая сторона для команды. Вторая. Вторая сторона. Мид уже потеряли оптики. Если ты помнишь. Где-то там 5-7 минут назад. И что могут сейчас американцы сделать? Они потеряли трех персонажей. Легионка не может выкупиться. Пайкат идет ломать крипов в центре. Но на нем уже висит ракета. CCNC использует экзорцизм. Пытается прогнать Нунчика здесь. У Нунчика есть еще сыр. Нунчик вгрызается в Death Profit. Активирует сыр. Ракета пролетает в БКБ. Подходит Рамзес. У него нет метаморфоза. CCNC живет на сифонах. Откидывается крипсвормами. И похоже, что все-таки отправится в таверну. Да, слишком серьезно здесь Virtus.pro дамажит. И должны понимать сейчас Optic Gaming, что эту игру они проиграли. Пайкат из последних сил пытается задефать. Третью сторону врывается. Получает ракету. Активирует ультимейт. Но нет. Против пятерых игроков Virtus.pro ты ничего не сможешь сделать. Что ж, поздравляем. ВВП с победой на первой карте. Хотя пока что еще немного рана. Оптик пока с тобой не согласен. Но... Пайкат попытается еще что-то сделать. Это предсмертный хрип, как говорится. Против мега-крипов будут играть Optic Gaming. Это будет крайне непросто. И от PPD выходит с хайграунда для того, чтобы подцепить кого-то Найтмаром. Роджер кастует стомп. Кастует Ersplitter. Он сейчас очень больно вдарит по PPD. Но продолжения никакого не будет. Virtus.pro без ресурсов, без скиллов просто отступает. Дефать мега-крипов, конечно, возможно с пиком команды Optic. Но действительно перспектива не самая радужная. Пайкат. Так, появляется, кстати, еще и Алибарда на Элдер Титане. Вот против пайката как раз таки. И смотрится очень круто. Ну что, Рошана осталась, в принципе, довольно-таки долго. Еще, то есть там пошел второй таймер. И появится он только через одну минуту. То есть не самый быстрый. Не самое быстрое появление камнеголовного на этой карте. Похоже, последняя атака от оптиков сейчас будет какая-то. Если они отдадут третьего Рошана, то шансов у них, ну, 100% нет. Два Гвардин Энджела, ну, ты никак не перетерпишь. МКБ появляется у Террор Блейда. Хороший итем против тролля. Если вдруг ты попадаешь под действие топоров, то МКБ тебе помогает дамажить. Ну и плюс там бабочка у Тролля. Ну и пайкат. Пытается все-таки хоть каким-то образом сейчас выйти в пуш. Это наверняка такие уже последние. Зай вкачал, кстати, интересно посмотреть, что он взял. Ну, понятно. У него нет таких героев с хорошими агонимными ультимейтами. Ну, ЛК тут просто... Здесь этот ультимейт может сыграть против ЛК. Потому что она... Не сможет никто больше внести урон под дуэль. А в дуэль должен достичь урон Мина Тролль. Ну и мы видим, что ЛК это вообще не самый хороший выбор получается против того же самого Умни Найта. Я бы даже сказал то, что... Так, клюмсует у нас 33-й. 33-й рассыпается просто пару секунд. Даже Амит Варфоза не пришлось использовать. Использует Глиммер Кейп в ППД. Но вряд ли это его спасет. Или все-таки спасет. Уже бежит Астрал Спирит. Станет в ППД. Рамзас бежит дальше. Рамзас никого не боится здесь. Да, дал вижен. ППД глимсонули. И ППД также умирает. Тролль покупает себе Блиндаггер для того, чтобы ворваться первым. Может быть даже какого-нибудь Умни Найта. Попытаться убить его. Да, ВП ломают. ВП ломают. Минус Тир-4 Тавер. Но он идет дальше. Практически под фонтан уже заходит Виртус Про. Ну здесь Си Си Си. Си Си получает Арсплиттер в лицо. Просто под фонтаном делаются. Что они делают? Виртус Про. Угомонитесь. Гудгейм. Велплейт прописывает Пайкан. Когда понимаешь, что его уже под фонтаном убили. Если твой соперник понимает уже, вот как бы, что он проиграл, но все равно продолжает сопротивляться, надо ему показать, что, дружище, мы даже под фонтан можем залезть тебя убить. Давай-ка выходи, иди готовься к следующей карте. Ну, отлично сыграли Виртус Про, однако и оптигейминг меня тоже порадовали. Продолжение следует.